Доброе утро! Как обычно, мы ближайшие 60 минут посвящаем исключительно спортивной тематике. Если у вас есть какие-то свои соображения на тему, которую мы сегодня будем обсуждать, то милости просим, наш сайт Finam.fm, страничка программы на своем поле, она в вашем распоряжении, комментарии, вопросы, а на болевшем можно тоже написать всегда с удовольствием. Сегодня мы будем говорить о самбо. Мне кажется, что этот вид спорта уже давно может конкурировать, как мне кажется, по популярности и с дзюдо, и с карате. Это, в общем, синтез такой национальных единоборств, который, тем не менее, считается нашим национальным видом спорта. И, собственно, несмотря на то, что предпринимаются достаточно большие и серьезные попытки войти самбо в олимпийскую семью, пока этого не происходит. Так вот, о том, какие у нас олимпийские перспективы у самбо, о том, как развивается вид спорта, какие есть позитивные, дай бог, они есть, изменения, сегодня мы говорим с нашими гостями. Это президент Европейской Федерации самбо Сергей Елисеев и директор Центра Боевых Искусств Ренат Лайшев. Доброе утро, мои уважаемые гости. Доброе утро. Доброе утро. Скажите мне, пожалуйста, вот эта вот ситуация, она меня больше всего волнует. Когда мне сказали, что есть возможность поговорить с представителями Федерации самбо, первый вопрос, когда случится это чудо, и мы станем олимпийским видом спорта? Вопрос очень сложный по включению новых видов спорта в олимпийскую программу. И мы сегодня проводим очень большую работу совместно с Международной Федерацией самбо. Как вы знаете, президентом Международной Федерации сегодня является представитель России Шостаков Василий Борисович. Сегодня ему, кстати, исполняется 60 лет. Ух ты, наше поздравление. Давайте поздравим его, пожелаем его крепкого здоровья, потому что на этом поприще действительно самое важное – это здоровье, чтобы у человека было. Такую ношу нести очень тяжело. И сил для того, чтобы хватало продвигать любимый вид спорта. Безусловно. Ну и что касается олимпийских перспектив, у нас, так скажем, сегодня, наверное, появляется второе дыхание. Как вы знаете, в 80-м году мы хотели включить наш вид спорта в программу олимпийских игр, но тогда сыграли в большую политику, и, как всегда, в этой политике пострадал спорт. А тогда же, по-моему, хоккей на траве прошел или поло, если имею в виду. Именно хоккей на траве вместо самбо, да. Мы вот сделали такой реверанс нашим братьям-индусам. А Зарубина на сердце-то осталась? Ну, наверное, больше всего это к нашим отцам и дедам относится. А мы все-таки последователи их. Поэтому сегодня новый этап развития вида с приходом Владимира Владимировича на пост президента Российской Федерации. У нас появилось второе дыхание нашего вида спорта. И мы сегодня провели большую работу. Сегодня самбо включено во всемирные игры боевых искусств «Спортаккорд». Сегодня самбо включено во всемирную универсиаду в Казани. Вот мы в июле месяце будем также представлять наш вид спорта. Даже так? Да, мы в декабре уже провели... То есть это будет непосредственно соревнование по самбо? Безусловно. То есть это не презентационная программа? Это будет в программе, в программе универсиаде участвует наш вид спорта самбо. Мы в декабре уже провели такие тестовые соревнования Кубок мира среди студентов, на котором 40 стран присутствовало в Казани. Очень красивые соревнования. И, конечно, мы сегодня двигаемся в Международное олимпийское движение. Мы подали заявочную книгу в МОК о признании нашего вида спорта олимпийским. Надеюсь, в этом году сессия МОК примет это решение. Нас примут в олимпийскую семью. И по правилам мы должны в течение двух лет показать свою работу, что она соответствует требованиям Международного олимпийского комитета. И, надеюсь, через два года мы поставим вопрос о включении нашего вида спорта в программу олимпийских игр. Вот такая перспектива. Сергей Владимирович, смотрите, у меня к вам один вопрос. То, что вы проводите большую работу, это, мне кажется, не требует больших доказательств. Для тех, кто хотя бы раз был на соревнованиях по самбо, все это видно. Но наверняка есть условия, что называется, по численности занимаешься, по количеству стран, которые вовлечены в развитие этого вида спорта. Как здесь дела у нас обстоят? Ну, как вы знаете, чтобы подать заявочную книгу, она состоит, наверное, из 159 листов. Их надо все заполнить по каждой национальной федерации. Требования Международного олимпийского комитета по летним видам спорта 75 стран должны культивировать и иметь свои федерации. У нас сегодня 83 страны уже есть. Естественно, второе требование – это признание наших федераций национальными олимпийскими комитетами. Это 50 стран должны иметь такое признание. Как у нас обстоят дела? Мы тоже такое признание имеем. И там очень много и по количеству занимающихся, и по количеству клубов, и как транслируется, и как показывается, и какой бюджет. То есть по каждой федерации пришлось заполнять такую вот заявочную книгу. Она очень большая. Мы год занимались этим вопросом. Очень сложно, потому что люди еще не понимали, что от них требуют. И вот впервые столкнулись с таким вопросом. Большую работу провел исполком Международной Федерации. И вот мы в прошлом году в декабре, с декабря-нояваря этого года подали заявочную книгу. Книжечку-то закрыли, уже заполненную. Представляете, 75 лет в этом году нашему виду спорта. И впервые за 75 лет мы подали такую заявочную книгу о признании нашего вида спорта. Я думаю, вид спорта достоин. И с 75 лет иметь официальную историю нашего вида развития, мне кажется, все-таки Международный Олимпийский комитет пойдет навстречу и, наверное, признает нас олимпийским видом. Но уж коли тхэквондо и ушу являются таковыми, то уж куда, собственно, без самбо. Ренат Алексеевич, у меня к вам вопрос. Вы директор Центра боевых искусств. Вы наверняка знаете, насколько популярен действительно этот вид спорта среди, ну, в частности, например, москвичей. Как много детей приходят, как много родителей, придя на тренировку, говорят, ой, возьмите моего ребенка в самбо. Да, но я не директор Центра боевых искусств, а директор Государственного образовательного центра. А, вот так. Центр образования Самбо-70. Да, будем, хорошо, да, будем правильно. Это структура которой уже 42 года, и вот Сергей Владимирович, он, кстати, не только президент Европейской Федерации, но самое главное, что он президент Всероссийской Федерации Самбо и очень подробно и популярно рассказал о развитии международного самбо, который не может нас не ратовать. Ну, я работаю, как бы, внутри страны на земле, придерживаюсь и другой точки зрения относительно олимпийского движения, что его нужно развивать во всех школах, во всех учреждениях, во всех вузах, во всех силовых структурах. И так как вот вы сказали, что это наш олимпийский вид спорта, нам нужно делать отдельный указ о нашем виде. У нас не так много достояний в стране, чтобы мы так разбазаривали свой капитал. А вы считаете самбо национальным достоянием? Абсолютно, абсолютно. Я вот лично считаю, что это как знамя, как герб, как гимн и то же самое борьба самбо. Вот как Сергей сказал, это завоевание наших прадедов ни одного столетия. Это капитал, который мы собрали в период советской власти всех стран, всех национальностей, всех стран СНГ. И сделали такой свой уникальный вид спорта, который проявлял себя и в Великую Отечественную войну, и в других горячих точках. И мы знаем наших чемпионов по смешанным недоборствам, которые поднимали высоко знамя нашего самбо и нашей страны везде и всюду. И поэтому все зависит от нас, внутри страны, как мы будем относиться к своему национальному достоянию, так к нам будет больше интереса и международного. А что вы скажете тем злопыхателям, которые говорят, что самбо, конечно, может быть и национальный вид спорта, но в него вошло достаточное количество элементов и приемов из национальных видов, там и грузинских, и молдавских, и всех прочих. И, собственно, претендовать на то, что это действительно русский. Но я читала такое, к сожалению, мнение, хотя мне оно не очень понятно, но тем не менее, что вы можете сказать? Ну это же здорово, это и то, о чем я говорил. Если мы вместе выиграли Великую Отечественную войну, почему нам не объединить капиталы воедино и сделать универсальный вид, каким и получилось самбо? И это признание есть во всем в мире. Вот если спросить обывателя, кто сильнее, каратист или самбист, да, кто сильнее? О, это любимый вопрос, мне кажется. И, значит, вот международные арены, смешанные виды, они доказывают, это и Олег Токтаров, и Федя Емельенко, и много-много других наших великих ребят, которые выигрывают. Но это вопросы, говорю, к женщинам, к детям, им это нравится. Ну дети-то к вам идут на самбо? Смотрите, в самбо-70 есть же и дзюдо, есть там, например, прекрасный Александр Михайлин, на которого можно просто прийти, посмотреть или полюбоваться, да? Есть, например, там и сумо, тоже своеобразное такое зрелище, ну тоже популярное. Вот в самбо сколько у вас детей ходит заниматься именно этим видом? Ну мы все, кого берем, мы их берем на самбо. Да, Александр Михайлин, в первую очередь победитель перенса мира по борьбе с самбо, с этого началась его карьера. Эка, вы повернули. Все, это абсолютно точно. Истоки-то все из самбо, да? Ну, если, я был первым выпускником, я, наверное, все помню и видел. Так, не спорю. Вот, и все сумоисты, это тоже самбисты. И все наши величайшие дзюдоисты, олимпийские чемпионы, практически они все самбисты. Все мы вышли из самбо, это под этим лозунгом можно жить и существовать? Да, точно, абсолютно. И чем больше мы будем, возвращаясь, уважать свое, даже не в самбо дело, а что-то свое, тем лучше будет для нашей страны, тем интереснее будет культура нашей страны. А дети, которые приходят на самбо, а им потом говорят, вот хотите, есть у нас еще вот такие отделения, есть у нас вот, например, тренеры, опять упомянем про сумо, легко уходят? Или говорят, да нет, я уж пришел на самбо, в самбо и останусь? Нет, у них есть выбор, это здорово, что сейчас век демократии, так сказать, и здорово, что есть восточные наборства в нашей стране. Это ошибка была при советской власти сделать уголовную статью, запрещать там тот или иной вид спорта. Просто мы должны для этого лучше работать и больше любить свое дело, и тогда дети увидят, куда им надо идти и работать. Никто ничто не должен запрещать. Ограничивать. Конечно, это здорово, что выбор такой колоссальный есть. О том, сколько вообще в России занимаются самбо, поговорим через две минуты. Доброе утро тем, кто к нам только что присоединился. У нас сегодня утро спортивное, сегодня говорим о нашем национальном достоянии. Именно так его позиционируют мои гости. Это самбо, наш национальный вид спорта. У нас в гостях президент Европейской Федерации по виду спорта Сергей Елисей. Вы директор центра Самбо-70, теперь я упомянула правильно, Ренат Лайшев. Если у вас есть вопросы, вы можете их задавать нашим гостям с помощью сайта Финам.фм. У нас есть страничка программы на своем поле. Сейчас обратимся обязательно к тем посланиям, которые приходят от слушателей. Сергей Владимирович, у меня к вам вопрос. Сколько вообще в России занимаются самбо? Есть же наверняка официальная статистика? Статистика такая есть. По Министерству спорта ведется статистика только детско-юношеские спортивные школы из Дюшоры. Вот согласно этой статистике у нас 493 отделения детско-юношеских спортивных школ по России, в которых занимаются около 150 тысяч детей. Это если сравнить с другими видами спорта, мы находимся на 14 месте по количеству занимающихся. Это хороший результат. А если взять все клубы, которые у нас есть, клубы по месту жительства, которые в эту статистику не входят, приблизительно около 400 тысяч занимающихся. Это очень хорошая статистика. Если в России культивируется, так скажем, аккредитованных около 130, если мне память не изменяет, видов спорта, а вообще их у нас около 200, то занимать 14 место по количеству занимающихся, я думаю, среди всех видов спорта, это очень хорошая статистика. Ну, ни для кого не секрет, что в основном наши дзюдоисты, которые достигают каких-то высот и, в общем, представляют нашу страну на мировых и олимпийских чемпионатах, это все-таки выходцы Северного Кавказа. Что касается самбо, то по регионам есть какое-то распределение, где больше всего дают предпочтение этому виду? Или, в общем, это не упоминается и не считается вами? Если взять Россию, то вот сборная команда представлена почти всеми регионами. У нас сборная команда, очень хороший центр находится в Верхней Пышме. Это Екатеринбург, да? Екатеринбург, да, там очень хороший центр, который сегодня поддерживается уральской горно-металлургической компанией и создали прекрасные условия для того, чтобы ребята там тренировались. Как хорошо развиваться, когда есть деньги и такие спонсоры. Ну, мы стараемся вот находить такие отношения с людьми, выстраивать, и это их социальная задача нашего бизнеса, и они как раз вот нашли интерес в нашем виде, который действительно очень интересен в Екатеринбурге. У нас хорошая школа в Перми, у нас хорошая школа в Армавире, это Краснодарский край, Южный федеральный округ. Дальний Восток у нас сейчас очень неплохо стал представлен. Мы недавно, несколько недель назад провели чемпионат России в городе Хабаровске. 20 лет мы там ничего не проводили в дальнем регионе. Пришли люди? Я вам честно скажу, полный зал, три дня соревнования, три дня полный зал. И вот никогда не было чемпиона России из Хабаровска. В 68 килограмм, в самой тяжелой весовой категории, очень, два чемпиона мира, чемпион Европы, два победителя Кубка мира, все в одной весовой категории. Выиграл парень из Хабаровска. А вы проводили по спортивному самбо или по боевому? Мы проводили там соревнования по спортивному самбо, да. И вот впервые там выиграл Хабаровчанин. И вот губернатор, шпорт Вячеслав Иванович, очень здорово, так сказать, относится к нашему виду спорта. Присутствовал на всех трех днях и как раз присутствовал на соревнованиях в вечерней части, в финалах. И выиграл его, вот, так сказать, Хабаровчанин. Это очень было здорово. И мы, я извиняюсь, мы приняли такое решение совместно сейчас с губернатором Хабаровского края, выпустить постановление правительства Хабаровского края о предъятном развитии самбо в городе Хабаровске. То есть это будет центр? Да, мы там будем строить. Самбо-70 уже так подумывает о том. Мы там будем строить центр Дальневосточного федерального округа. Он будет как раз в Хабаровске. Уже место подобрали. И хотим в сентябре заложить камень уже первый под строительство этого центра самбо. Мы хотим лучших ребят с этого региона собирать там и готовить их уже в состав сборной команды страны. А потом опять передавать их, я так понимаю, к вам в Москву. Ну, а зачем передавать? Мы тоже делаем филиалы. Есть, да? Да, у нас просто система абсолютно одинаковая. И мы объединяем образование и спорт. Вот в этом изюминка состоит. А так, где есть почва самбистская такая, почему не предложить ребятам параллельно получать и общее образование. И пусть это будет не один вид спорта, а и другие, чтобы было интереснее жить и развиваться. Да, совершенно верно. Потому что мы когда проводили коллегию Госконспорта в 2003 году, мы впервые заслушали, что такое самбо, на каком оно уровне. И признали самбо национальным приоритетом виду спорта развития у нас в стране. Вот этот указ дал как бы такую возможность регионам по-другому относиться к нашему виду спорта. И как один из примеров мы поставили, значит, рекомендовать нашим всем областям, краям, республикам на примере центра образования самбо-70 открывать такие свои филиалы, центры в своих регионах. И сегодня очень много таких школ у нас по России. Я обязательно вернусь к теме школьного урока самбо, да? Я думаю, что есть вам о чем рассказать. Вот вопрос с сайта от Фарида. С какого возраста нужно начинать заниматься таким видом спорта, как самбо? От чего, кроме физических данных и здоровья, зависит успех спортсмена? Наверное, как к Ренату Алексеевичу, как к педагогу и тренеру. Ну, как практика показывает, мы берем ребят с 9 лет и с 89 лет. И щадящим образом мы их готовим, потому что... ОФП, наверное, да, первые? Ну да, потому что это все-таки сложный традиционный вид спорта, чтобы не было нагрузки на психику, у ребят там большие мы с ними играем, прыгаем, плаваем, вот, и постепенно готовим к этому интересному, сложному и серьезному виду. Где-то с пятого класса у нас начинается уже специализация, где они серьезно приступают изучать наш вид спорта. У нас есть такое выражение, чтобы они не накушались. Ну, это у любого спортсмена, мне кажется. Ну, Ренат Алексеевич совершенно правильно сказал, ребят надо сохранить, потому что молодая психика, она очень такая восприимчивая, и некоторые стараются на этом возрасте сразу их подготовить, чтобы он у него сразу Россию выиграл прямо по этому возрасту. Чемпиона, да? Ну, бывает, он ему выигрывает, а уже на взрослых его не хватает. Парень действительно наедается, как вот говорит Ренат Алексеевич, накушается на любого вида спорта, и уже к мужчинам, когда надо показать действительно результаты и выйти на чемпионат мира, он уже психологически не готов, ему уже не хочется заниматься. Ну, слушайте, это же ведь практика совершенно в любом виде спорта, когда выиграв юниорские какие-то чемпионаты во взрослом возрасте спортсмен ничего не показывает. Так бывает. Ну, бывает, но я бы не сказал, что это практика прямо такая есть. Это все зависит от тренера личного, как он правильно его ведет. Ну, это да, другой вопрос. Поэтому тут очень важно, что сегодня вот начали моменты проводить семинары тренерские именно к образованию, потому что за вот эти годы перестройки люди разучились учиться. Они просто считают, что учиться уже не нужно. А я вот по себе скажу, что когда учился в Институте физкультуры, у нас был преподаватель Чумаков Евгений Михайлович, это глыба нашего вида спорта, он всегда сам лично участвовал в семинарах и, так скажем, привил любовь к знаниям. То есть тренер должен постоянно себя совершенствовать. Вот тогда он не будет делать таких ошибок, что от него будут уходить ребята или ребята не будут достигать максимального результата. Ну, еще я просто хотел добавить, что есть еще, мы столкнулись с такой практикой, что вот талантливый парень, да, может выиграть чемпионат, мы об этом знаем, он просто не хочет. Потому что вокруг огромное количество предоставлено других интересных тем жизненных, и не из-за того, что он проигрывает там юниорские там и взрослые соревнования, а просто не хочет ехать на соревнования. Соблазнов больше. Мы, да, эту тему обсуждали, как можно отказываться вообще от участия в сборных командах. Видимо, самбо это тоже не обходит стороной, как и любое другое единоборство. Мы заговорили о том, что у нас есть тренерские кадры, несмотря на то, что они не хотят учиться. Я знаю, что есть проект «Самбо в школе», где вы берете под этот проект тренеров, как это все происходит, насколько в регионах на такие инициативы откликаются. В общем, все-все-все, что касается самбо в школе. Ну, проект действительно очень интересный. Три года назад мы его начали в городе Москве по инициативе Сергея Леонидовича Байдакова. К сожалению, он должен быть с нами. Вот сейчас он приболел. Сергей Леонидович, выздоравливай, дорогой ты мой. Ну и, конечно, вот с его, так сказать, такой энергией мы в Москве приняли постановление правительства города Москвы о развитии самбо, в котором начали вводить в уроки физкультуры самозащиты без оружия. Элементы, да, какие-то? Да, мы не называем это самбо, мы не учим их там бороться. Мы учим элементарно правильно страховаться, чтобы он на улице, подскользнувшись зимой, не сломал себе руку. И не растянулся, да? Да, и спокойно учился бы, и знал, как себя дальше вести. Мы его учим правильно освободиться от захвата. Ну, к девочке пристал сзади парень, прихватил его. Как? Что надо сделать? Мы показываем. Это очень нравится и девочкам, и мальчикам. А кто действительно, кому понравился сам вид, и они действительно хотят заниматься лучше профессионально, учителя физкультуры рекомендуют ближайшие детско-южеские спортивные школы, где они могут пойти заниматься действительно уже на, так сказать, серьезной основе. И вот эта практика трехлетняя сегодня вылилась в то, что вот у нас была встреча с Владимиром Владимировичем, и я попросил Владимира Владимировича поддержать нашу инициативу, чтобы Министерство образования с сентября месяца приняло такую программу, как третий урок физкультуры сделать по самозащите. А это выходит в регионы, или это только пока на уровне столицы? Сегодня уже этой практикой у нас, вот я был в Хабаровске, мы договорились, начинаем с сентября запускать эту программу. Сегодня в Чувашии, значит, принята программа, и приравняли самбо к олимпийским видам спорта. Вообще специальное постановление выпустили президент. В Чувашии самбо уже олимпийский вид спорта. Да, они приравняли, и сегодня, честно скажу, там лучше самбо, наверное, я только легкоатлетику знаю, что развивается. А вот все остальное, мне кажется, как раз пример того, как нужно развивать самбо. Там у нас руководителем федерации является вице-президент нашей федерации, Селиванов Евгений Васильевич, заслуженный тренер России. Очень здорово, так сказать, на практике все это применяет. Сегодня в Пскове очень довольно-таки интересная тоже тема, уже школу начали проводить, во Владимире начали вводить. И уже в каждом городе, каждый на своем уровне начинает с каждой школы договариваться, и снизу информация уже пошла. Поэтому мы думаем, что вот вопрос созрел, детям интересно, оно сегодня, это просто жизненно необходимый предмет, который нужен сегодня нашим детям. И почему он еще нужен? Не из-за того, что мы руководители здесь самбо, агитируем всех, да? А я вам хочу сказать, что каждая страна, наверное, гордится своим видом, да? Вот мы гордимся самбо на сегодняшний день, но чтобы им гордиться, каждый ученик должен пройти через этот вид. Спасибо. Это было мнение Сергея Елисеева, президента Европейской Федерации самбо. Мы вернемся к обсуждению национального достояния через две минуты. Итак, еще раз приветствую тех, кто к нам сейчас только что присоединился. Вы попали вовремя. Мы обсуждаем сегодня самбо, его олимпийские перспективы и все-таки перспективы развития в нашей стране. У меня в гостях президент Европейской Федерации Сергей Елисеев и директор центра «Самбо-70» Ренат Лайшев. Скажите мне, пожалуйста, в связи с тем, что есть деление в бюджете на финансирование олимпийских и неолимпийских видов спорта. Вы пока в олимпийскую семью самбо не вошли. Это чувствуется как-то, что вот где-то, может быть, поджимают, подзажимают или все, в общем, вам хватает? Конечно, самбо сегодня от этого страдает. Когда людей делят на черных и белых, это всегда неприятно. А тем более в спорте. Но вот какая разница на сегодняшний день заниматься самбо вольной борьбой, тяжелой атлетикой, фехтованием. Если тренер работает, такие же часы преподает, ученик также тренируется, также ничем, так сказать, хуже не становится. А чтобы поехать на соревнования, ему говорят, извини, ты вот еще рановато, ты вот найди деньги у родителей и поехай туда. Конечно, сложно. И мне кажется, здесь должен быть такой подход у государства. Как бы виды спорта, если мы аккредитовали, то здесь, наверное, надо рассматривать и потребности вида действительно для того, чтобы он не развивался. Самбо, я вам хочу сказать, что на сегодняшний день на российском уровне мы стараемся максимум, ну, так сказать, войти в финансирование, да, в программе стараемся входить. Но все равно в регионах сегодня этого не хватает. В регионах сегодня определены базовые виды спорта, многие самбо туда не входят, и, значит, региону сразу говорят, он не разбирается там, нужно, не нужно. Вот базовые нам не подставили, значит, мы будем развивать только футбол или волейбол. А вы по остаточному принципу живете, что досталось? В регионах приходится так, да, в регионах приходится так, и вот если сильные федерации, сильные личности у нас, они стараются как-то вопрос этот ставить и решать. А где не так уж, так сказать, мощи хватает, регионам тяжеловато приходится. Поэтому мне кажется, что если бы все-таки есть вид, это, наверное, все-таки наша гордость российская, да, здесь, наверное, по финансированию мы должны в регионах и в центре самбо приравнять к олимпийским видам спорта и сегодня сделать их действительно в этом плане ненуждающимися. Ну, я хотел добавить просто, это какой-то бескультуре, которая, можно сказать, можно ли себе представить, было, чтобы американский футбол шел по остаточному финансированию в Америке. Он не олимпийский вид спорта. Но американский футбол входит в четверку самых у них там супер видов спорта и у них... Национальный вид спорта, правильно, бейсбол, футбол, а самбо это абсолютно такой же национальный вид спорта. Или сумо, как национальное достояние Японии, можно представить, чтобы оно финансировалось по остаточному принципу. И вот если сравнить вот эти вещи, это просто удивительно. И я думаю, эта традиция должна прерваться, потому что мы все больше и больше думаем о патриотизме в нашей стране, о гордости. Мы это и слышали в обращении Владимира Владимировича к федеральному собранию. А, как мы уже говорили, самбо это неотъемлемая часть нашей культуры. Ренат Алексеевич, заниматься в самбо-70 для детей у вас бесплатно или родители что-то, какую-то копеечку выкладывают? Абсолютно бесплатно. Благодаря правительству Москвы мы финансируемся полным рублем. Я уже сказал, у нас на очереди стоят регионы. И регионы ждут, чтобы мы приехали к ним, пригласили их к себе, поделились опытом, открыли подобные организации, как наши в этих регионах. И мы готовы продолжать это дело, готовы делать. Я считаю, что это определенная защита, социальная защита детей, которые, как и говорил Владимир Владимирович, которые должны бесплатно заниматься спортом в наших спортивных школах. Сергей Владимирович, и к вам, наверное, тоже, Ренат Алексеевич, вопрос. Самбо же, по-моему, если я не ошибаюсь, Владимир Владимирович Путин сказал, что должен быть базовым видом спорта. Правильно? Или как там ситуация развивалась? У нас вот была встреча с амбийской общественностью международной, когда мы открывали центр образования самбо-70, новый дворец, и в рамках открытия произошла такая встреча. Я обратился к Владимиру Владимировичу с просьбой о том, чтобы он, учитывая такие традиции нашего вида спорта, социальную значимость, как наш национальный, он даже стал уже не национальный, а интернациональный вид спорта, поддержать нашу инициативу и выпустить указ президента Российской Федерации о признании самбо-базовым приоритетным видом спорта развития у нас в стране. Разработать, поручить Министерству спорта Всероссийской Федерации самбо, разработать программу развития нашего вида спорта у нас в стране и продвижение международного олимпийского движения. Ну и, конечно, еще три пункта. Один пункт – это самбо в школах, чтобы Министерство образования поддержало нашу инициативу. И два момента, которые мы хотели распространить на самбо, это указ президента об олимпийских стипендиях для наших самбистов. То есть, получается, у нас сегодня Мурат Хасанов, допустим, 11-кратный чемпион мира, самый титулованный самбист планеты, он на эту стипендию не имеет права. Да ладно? А мальчик, который, допустим, в олимпийском виде спорта, который не показал никаких результатов, но он перспективный, он имеет право. Поэтому мы вышли с такой инициативой, чтобы такой указ распространить на наш национальный вид спорта, на самбо. Как отреагировал президент? Ну, у нас поддержка по всем вопросам, да. И еще один вопрос мы попросили распространить постановление правительства Российской Федерации о премиальных нашим чемпионам мира и Европы. Получается, в советские времена, когда мы ввозили сборную команду Советского Союза по самбо, то наши ребята спокойно, как и все виды, получали премиальные за результат. Сейчас мы новое государство, и на самбо такое постановление почему-то не распространяется. Вспоминаются слова вашего коллеги «Несправедливое деление на черных и белых». Это действительно некрасиво и неправильно. Вообще мы должны, вот все, что касается нашего российского, мы должны дать больше, чем всем остальным. Не из-за того, что мы хотим этого, а из-за того, что это правильно, это по-государственному. Вот я думаю, что если, когда мы так сделаем, тогда у нас многие вопросы отпадут. И патриотическое воспитание в том числе. Ренат Алексеевич, расскажите, как, Владимир Владимирович, вот ваше личное впечатление отреагировал на новый центр? Я была только в старом здании, и, собственно, все равно это что-то такое полноценное, масштабное, очень современное и такое уютное. Что теперь будет в новом центре? Как он будет использоваться? Кого можно там увидеть? И могу ли я там прийти и увидеть какого-то, ах, суперкрасивого чемпиона? Я же девочка, мне позволено на красивых смотреть. Красиво, вы точно самбиста увидите. Спасибо за вопрос. Я хотел сказать, что, конечно, мы долго ждали этот центр. И я благодарен еще раз руководству Москва спорта, правительству Москвы, которое, значит, нам в кратчайшие сроки за год и четыре месяца построило этот центр. И это, как уже его окрестили дети, выпускники Колизей. И внешне так выглядит и внутри, с бассейном, с шикарным залом. И, конечно, для нас была и ответственность, и гордость ожидать такого гостя, как президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. И был он, был мэр Сергей Семенович Сомянин, было два министра, министра спорта, министра образования. Ливанов Дмитрий Викторович и Мутко Виталий Леонидович. И это Трутнев был, Юрий Петрович. И примерно четыре мероприятия было в одном здании, четыре мероприятия. Конечно, готовились все, готовилась вся школа, но, главным образом, готовились дети несколько месяцев. И они были счастливы и довольны. Для меня это основной показатель, что глаза детей, которые были просто счастливы. И очень тепло встретили Владимир Владимирович. Владимир Владимирович тоже, соответственно, также были и ветераны Великой Отечественной войны, и маленькие дети. И, ну, как сказать, эта реакция была, ее нужно только видеть, ее невозможно так передать словами на радио. Но всех переполняли эмоции, и, по-моему, все остались довольными совместно этим посещением. Это, конечно, великий исторический момент, и мы его очень ценим для вообще, для школы самбо-симби, для вообще, для самбо. Великой Алексеевич, а вы сами приглашали? Вы стали инициатором приглашения Владимира Владимировича, или он сам решил приехать? Потому как, вот объясняю, да, в связи с чем вопрос. После того, как он побывал с визитом в школе, сразу заговорили о самбо. Так или иначе, вдруг вспомнили, что у нас есть спортсмены, что у нас есть турнир Харлампиев, и до него остается совсем немного времени. Что нам нужно в олимпийскую семью включать самбо, да еще на фоне исключения возможного борьбы из программы игр. Вот кому нужно сказать спасибо за то, что про вид спорта заговорили? Ну, естественно, Владимир Владимирович, в первую очередь, мастер спорта СССР по самбо. А по дзюдо? Потом уже, потом уже, уже на следующий год. Вот, оказывается, вновь откуда растут все ноги у любого другого единоборства, только самбо. Я добавлю, он еще заслуженный тренер России по самбо. Вот, и как бы здесь, как бы, как сам Бог велел, и глупо упускать такой исторический момент. Но вот, как говорил Сергей, мы сейчас не говорим, потому что мы два самбиста здесь, и ля-ля-ля-ля, жалуемся на то, что нас не финансируют, или там мы ущербные какие-то. У нас все в порядке, мы просто стараемся донести до чиновников, разбудить, так сказать, губернаторов во всех регионах, что это наше, это как русский язык. Мы его все должны знать, мы обязаны знать, это наша внутренняя культура. Я не перестаю об этом говорить. И любая женщина, да, любой ребенок должен знать, что такое самбо. Хотя бы чисто из каких-то практических, да, перспектив. Это идеология, понимаете, вот я не против восточных видов, но они приходят и говорят о культуре Китая, Японии, да, как встает солнце в Китае, как встает солнце в Японии, какие там бамбуки они едят там и так далее. Здесь все наше, нам есть чем гордиться, нам есть чем гордиться, представьте, какой капитал огромный, арсенал вековой, многовековой, накопленный в этом виде. И это мы разговариваем на идеологии на русском языке и доносим этот тот или иной прием на русский язык. Как вот было предложение, почему-то мы все знаем, там, удары Майгири, там, Маваши, там, всякие. А почему весь мир не говорит, допустим, подсечка, правильно? Логично. И, значит, и про какие-то удары, потому что мы широкая нация такая, мы добрые люди, мы привыкли разбазаривать, у нас огромная там территория. Вот пришло время, когда нужно концентрироваться, подсчитывать, чем мы должны дорожить, что нам передавать подрастающему поколению, о чем нам с ним разговаривать. И это форма, великолепная форма воспитания самбо. А скажите мне, пожалуйста, откуда растет неуважение к этому виду спорта в нашей стране? Мы много об этом говорим, и там, и журналисты об этом часто пишут, и вы так или иначе пропагандируете. При этом мы все равно ходим в суши-рестораны и занимаемся дзюдо. Вот объясните мне, почему мы так не любим наше родное, отечественное? Ну, я думаю, что это не вопрос к самбо, это вопрос вообще к нашей российской менталитету, да. Мы вот уважаем все иностранное. Если вещь какую-то, надо купить иностранную. Если пойти в ресторан, надо пойти в ресторан иностранный. Если иностранец к нам приедет, все, мы перед ним, так сказать, вот должны вот все, что можно делать. А пришел твой товарищ, близкий друг твой, например, да, ничего, и подождет, и нормально, и все. Вот я думаю, что вот этот менталитет начал меняться. Начал меняться вот в последнее время. Потихоньку, я думаю, что мы все-таки придем к тому, что все-таки свое, родное, мы должны уважать больше, чем все остальное. Нет, мы должны уважать и чужое, почему нет? Там же тоже есть масса хорошего. Согласен с вами, но в первую очередь, я считаю, мы должны гордиться своим. И вот если мы создали вид спорта, представляете, вот каждая страна хотела бы иметь сегодня самбо. Вот каждая бы, да? Ну, я бы привел такой, извините, привел вот такой пример, что вот Гагарин достояние всего мира, но нужен он только нам. Вот больше всего Гагарин нужен нам, правильно? Безусловно, конечно. И это и любовь, и идеология, и воспитание, и так далее. И вот это мы должны все понять. И Эрик Хайден, там, пятикратный чемпион, нужен Америке. Уже многие поколения его забыли, но он гений, да? И мы, как люди спорта, должны знать его. Но все равно это останется достоянием каждой страны. И то же самое про самбо? Абсолютно. Давайте мы в следующей финальной, к сожалению, части нашей программы поговорим о том, на кого нам сейчас стоит ориентироваться, какие у нас есть хорошие результаты в самбо. Наверняка есть какие-то спортсмены, которые вас радуют, результатом которых должны порадоваться и мы, но это будет ровно через две минуты. Наш сайт Финам.Инфо, наша страничка программы на своем поле. Здесь вы можете свои комментарии оставлять. Если у вас есть какие-то вопросы, мы заговорили о том, на кого стоит ориентироваться. Буквально перед началом задам вопрос, пришедший к нам на сайт от Александра. Добрый день. Скажите, пожалуйста, почему люди старше 36 лет считаются ветеранами самбо и чем грозит более длительная карьера? Ну, это принято такое решение, общее, по многим видам спорта, что с 35 лет он уже может выступать на соревнованиях среди мастеров, ветеранов. А вообще он может выступать у нас по самбо и на обычных соревнованиях среди... Но в юноше, наверное, в 36 лет сложно заявляться. Среди взрослых, ну, как положено. Если вот у нас, допустим, в советские времена был Пушница, ему недавно было тоже 60 лет, 9-кратный чемпион Советского Союза, так он в 39 лет стал чемпионом, 9-кратным чемпионом Советского Союза. Дай бог всем такого долгожительства. А сейчас в 35 уже выходят на ветеранов, ну, дают возможность людям, так скажем, заниматься своим здоровьем, и чтобы оно не уходило куда-то, а все-таки посоревноваться. Чтобы это уже был, наверное, не спорт, а больше физкультура, да? Ну, нет, я бы не сказал, что это физкультура, все равно люди очень дисциплинированные, с питанием очень правильно относятся, с алкоголем. Ну, это каждый спортсмен, если он... Ну, я вам хочу сказать, знаете, у нас есть Асламбек Аслаханов, 4-кратный чемпион мира среди мастеров. Вот я лично присутствовал с ним на чемпионате мира. Он привез на чемпионат мира всю свою семью. Вот всех детей, жену. Для них это традиция, да? Нет, он привез, и сам выступал, а дети все смотрели. Вот представьте, какой процесс воспитания для своего сына, для своих детей, когда ты выходишь в этом возрасте, а ему было 65 или 66 лет, и он вышел бороться по мастерам и выиграл чемпионат мира на глазах своих детей. Вот это процесс воспитания, я думаю, какой нужно. Вот это дедушка. Да, как он готовился, как он тренировался, дети эти все видят, видят это все, представляете, в таком возрасте. Конечно, они будут стремиться и походить на своего отца. Вот это правильная позиция. И то, что сегодня наши ребята выступают среди мастеров-ветеранов, это очень позитивно сегодня влияет и для них, и для их семей. А из тех ребят, которые вот сейчас подрастают, что называется, до чемпионских традиций, мы заговорили в прошлой части программы о том, кто у нас есть на примете. Вот, Ренат Алексеевич, наверное, к вам вопрос. На кого ориентируется, за кого поболеть? Ну, прежде всего, это наш еще не сошедший, так сказать, до конца Федор Емеляенко, который прославил нашу страну, будучи заслуженным мастером спорта по боевому самбо. Один вопрос сразу, вы не делите боевое самбо, смешанное единоборство, смешанное боевое искусство и просто самбо, или вы все равно считаете всех своими? Ну, практически мы всех считаем своими. Как их можно делить? Не делим на белых и черных. Мы вообще всех борцов считаем своими. Да, это наше братство борцовское, поэтому тут сегодня он по самбо выступил, завтра по смешанным единоборствам, послезавтра еще что-то. Я думаю, что вот этот момент, как раз сейчас и стоит вопрос о том, что по борьбе сегодня поднимают в Международном Олимпийском Комитете, ставят вопрос об исключении нашей прекрасной федерации спортивной борьбы. Я думаю, что это вообще большой удар по развитию всего спортивного сообщества, и мы вот очень переживаем за это, и всячески стараемся поддержать этот вопрос. Нет, мы просто возмущены этому, потому что это древнегреческий вид спорта, да, это истоки. Ну, в общем, еще даже на амфорах рисовали бегущих и катлетов и борцов. Во дворе раньше было, наших бьют, мы должны здесь все объединиться в усилиях. Почему? Потому что это львиная доля медалей всегда борцы нас выручали, греко-римские, вольные борьбы на Олимпиадах. Это защита НК, это прекрасные люди, это Александр Карелин, это Михаил Мамиашвили, это наши лидеры, которые, я думаю, с совместными усилиями мы не допустим, чтобы нас где-то либо ущемляли на международном. Мне кажется, это провокация вообще какая-то. Есть такое движение, по всей видимости, постоянно дергают за какие-то ниточки и стараются какой-то дискомфорт нести. Мне кажется, поддаваться на эти провокации не стоит. Нам нужно объединить весь ресурс, весь ресурс и правительства, и не только нашего государства, вообще всех стран, чтобы не допустить такого вот отношения к такому прекрасному виду спорта, как спортивная борьба. Ну, возвращаемся к началу нашего разговора о том, что вы через два года все-таки планируете, что самбо станет олимпийским видом. Если так случится, не приведи, Господи, что борьбу исключат. Насколько уменьшатся шансы самбо на включение в олимпийскую семью? Я хочу сказать, мы не хотим вместо кого-то войти. Мы хотим сами войти туда, отдельно. А вместо кого-то мы не хотим. Мы не хотим что-то место забрать. Мы самодостаточный вид спорта. Если мы достойны им быть, значит, нас примут. Если мы недостойны, значит, нас не примут. Но мы не хотим играть в какие-то игры, там, а вот кого-то исключают, а мы сейчас вместо них пойдем. Нет, мы туда не пойдем. Мы отстоим сегодня спортивную борьбу. А завтра мы будем отстаивать наши самбо. Знаете, нет, еще, знаете, с чем вопрос? Ни в коем образом я не говорю, что вы за счет исключения борьбы. Просто если борьбу исключают, но так или иначе самбо, это же тоже борьба. Если они исключили борьбу, и это наш национальный вид спорта, а мы говорим о том, что там международные олимпийские комитеты, все сообщество пытается снизить нам количество медалей, исключая, так чего же они будут самбистов включать в программу соревнований олимпийцев? Мы опять все там медаль заберем. Я понимаю ваш вопрос, но, к сожалению, это вообще должна быть у нас государственная политика по лоббированию наших видов спорта в программу олимпийских игр. Вот, допустим, американцы, они не стесняются. У них целый, так сказать, комитет, целая комиссия занимается постоянно, и на каждый нам олимпийский цикл вводят какой-то новый вид, где мы, ну, два-три олимпийских цикла ничего из себя представлять не можем. А нам уже ввели этот вид, уже надо показывать какие-то голы секунды. А мы свою политику по лоббированию наших видов спорта не ведем. У нас нет сегодня в государстве политики по продвижению наших видов спорта, международного олимпийского движения, по лоббированию наших видов спорта. А у нас пока самбо из числа претендентов наших. Почему только самбо? У нас сегодня есть виды, допустим, спортивная акробатика. Там есть у нас дисциплины, где мы можем тоже вводить. А ведь спорта сейчас лоббируется, как вы говорите, для включения в олимпийскую семью? Еще раз говорю, у нас нет государственной программы, нет политики такой. Нет, ну, допустим, самой федерации. Каждая федерация занимается сама. Сама, сама собой. Вот у нас международная федерация занимается сама, да, старается привлечь внимание, так сказать, там, где есть ресурс, используют его. А вот такого объединенного момента мы вот выходим всегда с инициативой. В государстве у нас должен быть какой-то комитет специальный по лоббированию этих видов спорта. Мы же одинаково встречаемся с одними и теми же людьми по одними и тем же вопросам. Сегодня претендует самбо на программу включения в олимпиаду. Сегодня претендует хоккей с мячом. Бенди, да? Бенди, да. Это два наших российских вида. Почему? Там зимняя олимпиада, здесь летняя олимпиада. Объединить ресурс и продвигать это совместно с одними и теми же людьми легче договариваться по двум видам. Причем они в разных олимпийских играх, летних и зимних. И таких видов у нас два-три наберется. И их надо сегодня выстраивать под каждый вид программу, разрабатывать, так сказать, технику, тактику продвижения. Я думаю, вот этим надо сегодня заниматься. Судя по тому, как вы эмоционально говорите, вопрос наболевший. И не столько включение в олимпийскую семью, сколько неподдержка такая вот мощная и целенаправленная со стороны людей, которые имеют власти, которые имеют ресурсы. Ну, может быть, акцентов нет у них и какое-то недопонимание, что ли. Мне кажется, что здесь уже вопрос давно перезрел. Перезрел, и здесь этим вопросом просто нужно уже давно заниматься. Но вы долго-то ждете, собственно, уже очень долго. Мы никого не ждем, мы живем, работаем каждый день, делаем эту свою черную работу, которую, может быть, никто не показывает. А на самом деле у нас очень много сегодня делается и в регионах, и в школах, и в клубах, и на международном уровне. Сегодня очень большая работа проводится. Я думаю, что вот этот ресурс, нужно вот эту энергию нашу использовать и помогать. А завтра отойдут наши ветераны, еще, так сказать, потеряем людей. Сложно уже будет развивать. Есть пока сегодня заряд большой. Мне кажется, мы можем это сделать. Ринат Алексеевич, поддерживаете коллегу? Я не то, что поддерживаю. Я считаю, что самбисты делают такие карьеры жизненные. И мы, на самом деле, удовлетворены тем, что... Я, пользуясь случаем, хотел передать приветы всем самбистам. Вот, хотел поздравить... Их много, 400 тысяч. Да, и не только. Кто-то и занимался, и касался, и в армии, и в институтах, в школах, везде раньше. И играли в Зорницу, и там тоже было самбо. И, пользуясь случаем, хотел поздравить своего друга, который сидит рядом со мной, Сергея Владимировича Елисеева. У него на той неделе было 50 лет. Спасибо, Ринат Алексеевич. У вас прям такие даты за датами. Такой юбилейный год для вида спорта и для президента федерации. Сегодня Шестакова 60-е. Мы все вот в юбилеях, и 75 лет самбо. Спасибо, Ринат Алексеевич. А я вот, пользуясь тот же случаем, хочу сегодня поздравить всех наших самбистов с большим праздником. Сегодня, в этом году, исполняется 75 лет нашему виду спорта. Поэтому все, кто соприкасался с самбо, кто занимался, у кого есть дети, которые занимаются, я поздравляю всех с этим праздником. И 16 ноября мы во всей России проводим Всероссийский день самбо. Такой праздник. Да, что это будет? Это будет, мы выбрали уже 150 городов от Камчатки до Калининграда. В этот день будут проходить соревнования по самбо. По детям, по юношам, по взрослым, по ветеранам. Мы постараемся привлечь прессу, наши СМИ, пригласить детей, родителей, сделать мастер-классы, показать выступления. И сделать такой праздник самбо. Мы уже делаем этот пятый год. Я надеюсь, в такой праздник 75-летия все самбисты поддерживают это решение. И постараются своих детей привезти на секции после этого праздника. И новый поток хлынет в наш прекрасный вид. И в частности, в нашу великую школу самбо-70. У меня два вопроса, остается всего полторы минуты. Почему выбрана именно эта дата? Она наверняка чем-то связана. И где можно будет посмотреть, ну, у нас, в общем, вещание в основном на Москву и на Мусобласть, на День самбо именно в столице? День выбран не специально. Это день рождения, официальное признание. 16 ноября 1938 года вышло постановление Спорткомитета СССР о признании нового вида спорта самбо. И вот 16 ноября мы каждый год, начиная с 2008 года, начали такой делать праздник по всей стране. Где посмотреть на самбистов в Москве? Значит, мы в Москве еще не выбраны клубы. Но в том числе, естественно, одним из основных будет у нас самбо-70. Ну, кто бы сомневался. В том числе, новый центр, да, новое здание будет. Естественно, это Московская Федерация примет решение, где они еще будут проводить. Мы дополнительно сделаем такое сообщение. А вообще будем стараться все это показать по каналу «Россия-2», чтобы показать, как у нас идет продвижение, трансляция Камчатка, Дальний Восток, Хабаровск, Пермь, Екатеринбург и так далее. В общем, да, это будет еще один ваш шаг, да, вклад в то, чтобы сделать самбо действительно национальным достоянием, чтобы сделать его олимпийским видом спорта. Видимо, теперь мы будем жить под лозунгом «Самбо в олимпийскую семью». Спасибо вам. Я надеюсь, что вашими усилиями, потому что вы мне напоминаете таких хороших, правильных пап, которые за своего ребенка дерутся локтями и всеми частями тела, чтобы ему было хорошо. Спасибо вам за это. Я напоминаю, что у нас в гостях был президент Европейской Федерации самбо Сергей Елисеев и директор Центра «Самбо-70» Ренат Лайшев. До встречи на Олимпиаде, так и хочется сказать. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...